Здравствуйте, дорогие друзья! Все хорошо? Вы знаете, что вы понимаете? Вы понимаете? Сегодня мы с вами окажемся на вокзале и поговорим с проводником поезда на немецком языке. Ты научишься не только понимать вопросы немецкоговорящих кондукторов, но и задавать вопросы по отправлению и прибытию поездов. Досмотрев это занятие до конца, ты не только узнаешь, какие проблемы оказались у пассажира в нашем диалоге, но и научишься использовать глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Поэтому устраивайся поудобнее и начинаем! Друзья, приветствую вас на новом свежем занятии нашего курса «Немецкий по диалогам по методике Эрисмиль». Для тех, кто впервые на моем канале, я хотел бы представиться и сказать несколько слов о себе. Меня зовут Дмитрий, я полиглот, лингвакоуч, твой ментор по немецкому языку и страстный, увлеченный путешественник. Я являюсь автором методики лингвакоучинга «Изучение языков легко, интересно и с удовольствием», что позволило мне сейчас говорить на семи иностранных языках. Если ты также хочешь изучать языки легко и интересно, с удовольствием знать, как же их изучать, а также открыть новый немецкоговорящий мир, тогда подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан, сделай красный, но пусть серый, также нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале, ну и, конечно, нажми лайк, если тебе нравится немецкий язык. Итак, по традиции, каждое новое занятие мы с вами начинаем с прослушивания предыдущего диалога. Давай послушаем предыдущий диалог, чтобы проверить, насколько хорошо ты его освоил. Поехали! 23. ЛЕКТИОН ШВИРИГЕ ГЕСТИ Анте Матилде и ее Манн вырвынен 1 час на неделе при своей Нихте Анне. Они уже немного old и имеют свои習慣. Анне, кафе из-за сильных для меня. О, это мне лето. Немь vielleicht etwas Милч. Нет, я не тринка кафе ни разу с Милч. Что мы делаем сегодня? Сегодня вечером? Волчите, вы хотите увидеть город? Я могу вам показать старую городу. Нет, сегодня вечером. Мы только ежедневно в город. Да, но вы в отдыхе. Это не изменит. Я только ежедневно в город. Потому что ежедневно все работы закрыты. Убой. Отлично. Теперь вы знаете привычки немецко-говорящих людей. Если вдруг ты не до конца понял, пожалуйста, вернись к предыдущему занятию. А сейчас мы послушаем с вами диалог, как я и сказал в начале нашего видео, на вокзале, разговор между пассажиром и кондуктором-проводником поезда. Поехали! Доброе утро! Was hat Ihnen denn mein Hund getan? Schon gut, schon gut. Dann nehmen Sie den Intercity. Der fährt um 15.20 Uhr ab und kommt um 20.45 Uhr in München an. Oh nein, das ist zu spät. Wissen Sie was? Ich gehe jetzt Mittagessen. Kommen Sie, wenn Sie wollen, in einer Stunde wieder. Das haben wir gut gemacht. Was put sie? Und der Schaffner weiß nicht einmal, dass wir eigentlich nach Hamburg fahren. Отлично! Ты понял, какие проблемы у пассажира? И что получилось в конце? Если нет, ничего страшного. Давай с тобой разберем диалог фразу за фразой. Итак, диалог называется Verstehen Sie das? Вы это понимаете? Ты помнишь, что если у нас вопрос закрытый, то есть мы можем ответить на этот вопрос только да, либо нет, мы начинаем этот вопрос с глагола. Verstehen Sie, вы, что это? Verstehen Sie das? Wann fährt der nächste Zug? Когда едет, да, или отходит? Der nächste Zug. Следующий поезд. Der nächste Zug. Kudah? Nach München, bitte. Немцы очень вежливые люди, поэтому они очень часто добавляют слово Bitte. Когда отходит следующий поезд, или скажите, пожалуйста, предполагается. In zehn Minuten. Когда мы говорим о будущем, через какое-то время мы используем предлог in. In zehn Minuten. Через десять минут. Gleis fünfzehn. Gleis fünfzehn. Пятнадцатый путь. Das ist zu früh. Das ist, это ist zu früh, слишком рано. Ich muss noch, я должен еще, ich muss noch meinem Hünchen, моей собачке. Hünchen, вот этот суффикс. Henn, собачке. Hund, собака, der Hund. Hünchen, собачке. Wasser geben, дать воды. Ich muss geben. Вы помните, если в немецком предложении два глагола, мы ставим первый глагол на второе место, как здесь muss, второй глагол в конце. Das können Sie doch im Zug machen. Das können Sie, вы можете, это doch, это для усиления эмоций, же, экспрессивности. Das können Sie doch, вы же, ведь, можете это im Zug, в поезде, machen, сделать. Видите, здесь тоже у нас глагол на втором глагол стоит и в конце второй глагол. Unmöglich. Невозможно, или это невозможно. Unmöglich. Das ist kein Trinkwasser. Das ist kein Trinkwasser. Там нет питьевой воды. Либо это не питьевая вода. Trinkwasser. Вода. Kein, да, отрицаем, существительным. Das ist kein Trinkwasser. Это не питьевая вода. Так. Dann können Sie eine Stunde später abfahren. Dann können Sie, тогда вы можете, eine Stunde später, на час позднее, по-русски вы видите на русском языке на, в немецком мы никакого предлога не используем, просто eine Stunde später abfahren. отъехать, выехать. Um vierzehn uhr siebenunddreißig. Четырнадцать, двадцать семь. Aber, da müssen Sie, но тогда там вы должны, но тогда там вы должны in Stuttgart umsteigen. Umsteigen – это делать пересадку. In Stuttgart umsteigen. Nein, нет. Ich will nicht umsteigen. Ich will nicht umsteigen. Я не хочу делать пересадку. Putsse – так зовут собачку-пассажира. Putsse vertreckt – глагол vertragen – переносить, переносить что-то. Putsse vertreckt – das nicht. Putsse этого не переносит. Вы помните, я об этом уже говорил, если у нас неправильный глагол, vertragen к ним относится, то в форме ты, он, она, корневая гласная А получает точечки, да, и произносит он verträgt. Putsse vertreckt – das nicht, потому что Putsse – он, она, третье лицо, единственное число. Geben Sie dem Hühnchen, тогда дайте собачке, видите, опять Hühnchen, собачке, doch eine schlaftablette. Ну, дайте же тогда, doch, опять для эмоций, экспрессивности, дайте тогда собачке еще сонную таблетку. Eine schlaftablette, либо снотворное. Was hat Ihnen denn mein Hund getan? Здесь уже прошедшее время. Что вам сделала моя собака? Haben плюс третья форма глагола. Об этом мы с вами будем говорить чуть позже. Was hat Ihnen, вам, denn? Это тоже как doch. Что же сделала вам моя собака? Mein Hund. Schon gut, schon gut. Ну, ладно, ладно. Schon gut, schon gut. Dann nehmen Sie den Intercity. Intercity – это называется междугородние поезда в Германии. Тогда возьмите дословно nehmen Sie или садитесь на междугородний поезд. Der fährt um 15.20 Uhr ab. Тут у нас добавляются глаголы с приставками. В немецком языке есть глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Об этом чуть позже. Ab отделяется всегда, если приставка ab глагола не ставится в конце предложения, либо перед словом und. То есть он отправляется в 15.20 поезд und kommt um 20.45 Uhr in München an. И прибывает куда в München в 20.45 Uhr. An kommen прибывает тоже an – отделяемая приставочка, ставим в конце предложения. Oh nein, oh нет, das ist zu spät. Это слишком поздно. Zu spät, поздно. Zu spät, слишком поздно. Wissen Sie was? Знаете что? Ich gehe jetzt mitagessen. Я сейчас пойду. Abedet. Ich gehe jetzt mitagessen. Mitagessen, abedet. Kommen Sie, wenn Sie wollen. Kommen Sie, приходите, wenn Sie wollen, если хотите. In einer Stunde wieder. Снова, через час. Возвращайтесь, да? Wieder kommen, приходите обратно. Отделяемая приставка, ставим в конце. In einer Stunde, через час. Das haben wir gut gemacht. Опять прошедшее время. Это мы хорошо сделали. Putsi. Das haben wir gut gemacht. Was Putsi? Da Putsi. Имя собаки. Und der Schaffner weiß nicht einmal. И кондуктор даже не знает. Вот это nicht einmal даже. И кондуктор даже не знает, dass wir eigentlich, что мы на самом-то деле, eigentlich, на самом деле, nach Hamburg fahren. Что мы на самом деле едем в Гамбург. Обратите, где стоит глагол. Это сложное предложение состоит из двух частей. Вторую часть мы соединяем словом «что». И кондуктор не знает, что мы что-то будем делать. В этом случае у нас глагол ставится в конце. Das wir eigentlich nach Hamburg fahren. Но ничего страшного. Может быть, много для вас информации по порядку слов. Постепенно вы это освоите. В естественном порядке. Итак, друзья, видите, какой у нас большой диалог сегодня. Давайте его послушаем и потренируем произношение громко в слух вслед за диктором. Поехали. 24. Lektion. Verstehen Sie das? Verstehen Sie das? Громко в слух? Поехали. Ванн фährt der nächste Zug nach München, bitte? В 10 минутах. Поехали 15. Это слишком много. Я еще хочу добавить моему пищу воду. Das können Sie doch im Zug machen. Unmöglich! Das ist kein Trinkwasser. Dann können Sie eine Stunde später abfahren. Um 14.27 Uhr. Aber da müssen Sie in Stuttgart umsteigen. Nein, ich will nicht umsteigen. Gut, sie verträgt das nicht. Geben Sie dem Hündchen doch eine Schlaftablette. Was hat Ihnen denn mein Hund getan? Schon gut, schon gut. Dann nehmen Sie den Intercity. Der fährt um 15.20 Uhr ab und kommt um 20.45 Uhr in München an. Oh nein! Das ist zu spät! Wissen Sie was? Ich gehe jetzt Mittagessen. Kommen Sie, wenn Sie wollen, in einer Stunde wieder. Das haben wir gut gemacht. Was, Putzi? Und der Schaffner weiß nicht einmal, dass wir eigentlich nach Hamburg fahren können. Also, wie geht's der Dialog? Wie geht's der Dialog? Wie geht's der Dialog? Wenn es dir gefallen hat, dann bitte gleich, dass du ihn gerne möchtest, dass du ihn gerne möchtest. Dann können Sie ihn gerne. Und dann können Sie ihn gerne. Und dann können Sie ihn gerne. анонсировал в начале видео, в немецком языке есть глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. В частности, ab fahren, ab отделяемая приставочка, an kommen, прибывать куда-то. И смотрите, примеры, ich fahre ab, я уезжаю, или я отправляюсь. Er kommt um fünf Uhr an, он приезжает в пять часов. То есть, видите, приставочка ставится в конец предложения. Но есть у нас два глагола. Например, ich kann morgen in Moskau an kommen. Я могу завтра прибыть в Москву. То есть, вы знаете, что второй глагол мы и так ставим в конец предложения. Тогда приставка не отделяется. Приставка отделяется у глагола, если он единственный в предложении. Как здесь, ich fahre ab, er kommt an, а здесь ich kann, я могу, и в конце глагол что делать. В форме «что делать» мы приставку не отделяем, an kommen. Вообще, маленький лайфхак. Лучше запомнить неотделяемые приставки. Я их выделил на экране, потому что отделяемых больше. Вы их постепенно увидите. Я буду вас с ними знакомить. Вот, видите, приставочки. B, G, R, T, C, and M, Mies. Можно как скороговорку их запомнить и знать, что они не отделяются. К примеру, ich beginne meine Arbeit. Я начинаю мою работу. B, приставочка. Was erzählst du mir? Что ты мне рассказываешь? Erzählen, приставочка R, она, видите, не отделяется никогда. То есть вот эти приставки, они у нас не отделяемы. И сложные предложения с словом «что». Вы помните, в диалоге была последняя фраза. Это сложные предложения. Например, он думает что, он говорит что. И когда мы с вами добавляем вторую часть вот этого предложения, что глаголы у нас входят в конец. Например, er sagt, dass er morgen kommt. Он говорит, что он завтра приедет. Вот здесь обязательно, dass er, он. А потом в конце только глагол в самый конец мы ставим. Ich denke, dass du recht hast. Я думаю, что ты прав, ты имеешь право. Глагол haben тоже ставится в конце. Друзья, вот мои комментарии по сегодняшнему диалогу. Вы знаете, что также мы с вами прорабатываем все слова в программе Quizlet. Но сегодня у нас времени не хватит для этого. И под этим видео, как всегда, вы сможете найти картотеку слов в Quizlet. Просто кликайте по ссылке и добавляйте эти слова к себе и тренируйте. Да, вот. С немецкого на русский, потом с русского на немецкий. Обязательно делай это. Итак, друзья, как вам сегодняшнее занятие? Ставь лайк, если оно было полезным и нужным, потому что сегодня мы поговорили с кондуктором поезда на немецком языке. И узнали, какие проблемы были у пассажира. И также научились приставкам. Неоделяемым и отделяемым приставкам в немецком языке. Суперсоветы ты уже знаешь. Не забывай про них. Маленькое задание прямо сейчас. Напиши внизу в комментариях несколько предложений с неоделяемыми приставками. Можно просто воспользоваться словарем, онлайн-словарем, и написать несколько предложений с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Прямо сейчас. Нажимай на стоп и сделай это. Отлично. Молодец. Ты отлично поработал. На этом мы с вами завершаем сегодняшнее занятие. Если нравится формат, рекомендую всем друзьям, знакомым, делись ссылкой на этот курс немецкий по диалогам по медиодике о семи. А мы с тобой встречаемся уже очень скоро на следующем занятии. Изучая немецкий легко, интересно и с удовольствием. Viel Spaß! Wir sehen uns später. Ciao!